Вот смотри, сначала было так. Так. Да, домашние заготовочки. Да. А потом было так. Боже ты, Игорь, что же ты буянишь? Я не буянию, это такая иллюстрация моей недавней истории, надо сказать, не очень хорошей, позитивной. Сначала меня надули, но потом все мои мечты лопнули в одно мгновение. Как воздушный шарик. Да, да, история тривиальная, описана еще Ильфом Петровым. Утром деньги, вечером стулья по этой схеме развели меня. Я хотел, ну, задешево купить телефон через интернет, отдал деньги, телефон, естественно, не получил. Игорь, ну как же так получилось, ты в полицию-то обратился? Конечно, обратился, пришел, на меня посмотрели, спросили, ну, сколько тебе лет, парень, что ты веришь в такие разводы. Я ничего не мог сделать. Боже мой, ну я тебе очень сочувствую. Как же так, неужели нельзя поймать этого человека, этого обманщика злостного? В моем случае, к сожалению, уже нет, дело закрыто. А в других случаях, возможно, и мы сегодня поможем нашим телезрителям, чтобы их не облапошили. Доброе утро, дорогие друзья, сегодня в этой студии очаровательная Виталия Пушнякова. И очень доверчивый Игорь Макарский. К моему сожалению, да. Сегодня разговариваем о мошенниках, о тех мошенниках, которые разводят нас с помощью телефона и с помощью интернета, с помощью современных технологий и гаджетов. Да, ну, конечно, мы бесконечно рады нашему технологическому прогрессу, но как-то никто не задумывается об оборотной такой стороне, потому что появилось очень много таких вот кибер-мошенников. Новый вид мошенничества. Да, ну и для начала позитивная новость, как всегда. Буквально на днях таких вот кибер-мошенников, мы их будем сегодня называть, поймали. С поличным это происходит крайне редко, поэтому это хорошая новость. И присудили им 13-20 лет. Причем, к сожалению, история показывает, что эти люди, кибер-мошенники, которые с помощью телефона разводят людей на деньги, они уже сидят. И эти ребята тоже не исключение. Они звонят буквально вот из тюрьмы. Да, из мест не столь отдаленных, но вот этих разоблачили. Надеюсь, что практика будет позитивной и будет дальше продолжаться. Ну, а схема была классическая, на самом деле. Они звонили, представлялись работниками автомобильных компаний и говорили, что люди выиграли автомобиль и просили налог заплатить на выигрыш. Вот такая вот классическая схема. Опять то же самое, что утром, деньгами, вечером, блин, до сих пор люди на это покупаются. Надеюсь, сегодняшний гость прольет свет и нам расставит некие маркеры, на которые нужно обращать внимание, чтобы не попасться на удочку. Сегодня у нас полковник полиции в гостях, но об этом несколько позже. Ну, и немного отвлечемся от этой нашей острой темы. На самом деле в Самарской области у нас честных людей, я надеюсь, гораздо больше, чем нечестных. Я уверен в этом. Конечно, конечно. Стартовала акция «Честный продавец». Приурочена она к Дню защиты прав потребителей и будут мониторить цены и качество наших с вами продуктов в одной очень популярной торговой сети магазинов. И, в общем, планируют посетить 125 торговых точек. Во всей области. Да, вот прям целую неделю. Ну, прежде чем вы отправитесь в магазин, подумайте, что надеть. Сегодня, 18 марта, синоптики прогнозируют плюсовую температуру от нуля до плюс пяти. И ура, наконец-то дождь. Правда, дождь был и на выходных, но теперь точно можно достать забытый предмет, аксессуар обихода, красивый свой зон. Ну, надеюсь, не обманут в нас синоптики. Ну, прежде чем, опять же, начинать свой день, надеюсь, что вы, как и мы, хотите быть бодрыми, заряжены на весь день. На всю неделю? Да, на всю неделю. Я думаю, что рецепт прост. Простые движения у нас впереди. Доброе утро. Меня зовут Ольга. Сейчас я вам покажу упражнение, которое помогут вам приобрести заряд бодрости на весь день. Ставим ноги шире плеч. Выполняем дыхание. При подъеме делаем вдох. При опускании рук делаем выдох. Еще два раза вдох. Вдох, выдох. И последний раз. Вдох, выдох. Выпаду на правую и на левую ногу. Выполняем вместе со мной. И считаем. Осталось 8, 7, 6, 5, 4, 3. Добавляем открытый шаг. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Поднимаем руки вверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И захлест. 8, 7, 6, 5, 4. Переходим к следующему шагу. Колени. 8, 7, 6, 5, 4. Добавляем руки вместе. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Первый шаг открытый. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Руки на пояс. Захлест. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Выполняем колени. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Только открытый шаг. Только открытый шаг. Продолжаем. Вместе со мной. Смотрим. Нога отводится в сторону. И начали. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Добавляем руки. 8, 7, 6, 5, 4. И на легкий бег. 8, 7, 6, 5, 4. Ноги опускаем пониже. Пониже. И переходим на марш. Выполняем вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Устанавливаем дыхание. Пульс. Еще два раза. Вдох. Выдох. И последний. Вдох. Выдох. На этом наша зарядка закончена. Желаю вам удачного дня и хорошего настроения. Переходим к водным процедурам. И продолжаем утро губернии. Виталия, ты же из Калининградской области. Да, именно так. Вот для тебя новость. 18 марта в 1965 году всемирно известный космонавт Алексей Леонов совершил свой выход в космос. Находился там немного, 12 минут и 9 секунд со своего пилотируемого корабля «Восход-2». И тем самым остался в истории навсегда. Между прочим, да, очень известный человек. У нас в школе целый урок был ему посвящен. Рассказывали про этот непростой полет. Ну, на самом деле, из всех внештатных ситуаций выбрались ребята, молодцы. Да, 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 я тут тоже много всяких интервью с ним слышал, как там не должен был вернуться. Но, слава богу, все прошло хорошо. Еще одна новость, которая случилась сегодня, 18 марта в 1844 году. На свет появился Николай Андреевич Римский-Корсаков. Неизвестный русский композитор. Можно пожужжать. Да, да, и если саундтреком к вашему сегодняшнему дню, сегодня в понедельник станет полет шмеля, то энергии может до пятницы не хватить. Ну да, и, кстати говоря, еще один такой человек важный, Николай Бердяев, религиозный философ. Вот, ты читал в университете, может быть? Нет, нет, не читал. Я читала, было дело. Я в университете смотрел Люка Бессона. Понятно. Сегодня у меня день рождения, в 1959 году появился он на свет и оставил кинематографическое наследие. «Ангел А», «Пятый элемент», ну и, конечно же, незавидный фильм «Леон». Недавно пересматривал, очередной раз получил удовольствие. Класс. Ну и, конечно же, что у нас впереди? Календарь губернии, посмотрим, что в Самаре-то происходило в этот день. Сегодня 18 марта. 281 год назад, 18 марта 1732 года, императрица Анна Иоанновна подписала указ о строительстве Новозакамской оборонительной линии. В этом документе впервые была упомянута крепость Красный Яр. 18 марта 1876 года в Самару доставили «Вильбот» – быстроходную спасательную шлюпку. Ее подарил главному управлению Российского общества помощи при кораблекрушениях сам великий князь Александр Александрович. А те, в свою очередь, передали шлюпку городской управе Самары в благодарность за то, что та выделила для образования местного отделения общества спасателей тысячу рублей. Сегодня день рождения Алексея Ягудина – олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта, призера различных соревнований. 18 марта с днем рождения поздравляют Елену Васильевну Шпакову – почетного гражданина Самары, первого директора известной в Самаре шоколадной фабрике. С днем Ангела сегодня можете поздравить Константина, Марка и Федора. 18 марта – день Конана Огородника. С этого дня, какой бы ни была погода, все мысли и заботы крестьян были связаны с огородом. Рано утром замачивались семена капусты, моркови и томатов. Помни о том, что весенний день прогуляешь, недели не наверстаешь. Удачи и до завтра! Позитивная новость для тех, кто любит фотографировать животных. Появился у нас в Самарской области свой фото-маршрут, настоящая фотоохота. На территории Самарской Луки, недалеко от села Большая Рязань, есть оборудованное место для наблюдения за животными. Там целая семья кабанов, можно даже дождаться, мне кажется, лося, какого-нибудь косулю или лисицу дикую. И вот за такими вот стеклами защитными, чтобы не тревожить наших диких зверей, можно посидеть, понаблюдать, пофотографировать. Они туда приходят каждый день, чтобы поесть. Там кормушка стоит для этих кабанов, для лосей, для лисиц, если вам повезет. Я давно смотрел передачу, там показывали одного очень довольного человека, который 20 лет сидел и ждал, чтобы сфотографировать, как тигр ловит косу. Тигрица. Наконец-то. Но я думаю, 20 лет вам не придется ждать, чтобы сфотографировать лося у нас в Большой Рязани. Ну а мы приступаем к нашей ежедневной рубрике «Яркие кадры». Какие яркие кадры сегодня будут у нас? Это участники выставки в Доме архитектора, который сейчас проходит. Называется она «Архфокусы». И несколько ярких фотографий, которые мы выбрали для того, чтобы вам показать. Всю выставку можете посмотреть в Доме архитектора. На самом деле выставка посвящена больше интерьерам, но вот мы выбрали фотографии экстерьеров. Будет интересно больше для дизайнеров. Да, да, да. Мы выбрали фотографии экстерьеров, таких вот домов, улиц, привычных нам пейзажей. Замечательные фотографии. Я думаю, человек, который живет в этом доме, несказанно повезло иметь такой вид через свою крышу. Да, молодая совсем девушка Серафима Тельканова, фотограф. И вот фотография с костелом принадлежит Алексею Белоногову. Повезло кому-то, да, иметь такой вид из окна костел, который мы посмотрели. Ну, на самом деле, скоро будет проходить еще новый конкурс. Называется он «Самарский двор». И там очень даже хороший приз первому победителю 30 тысяч рублей, поэтому участвуйте. А для этого достаточно всего? Нам все выйти в свой родной двор, сфотографировать и фотографию присылать? Конечно, конечно. Присылать куда? Присылайте, да, ваши вопросы, если у вас есть фотографии по теме, на электронный адрес как раз этого проекта. Project Volga.Sobaka.yahoo.com Ну и, конечно же, нам тоже ваши фотографии присылайте, мы как-нибудь скоординируемся, передадим друг другу. Ну а наш адрес незабвенный, утро-собака-губерния-тв.ру, либо город Самара, улица Новосадовая, 106, корпус 106, индекс 443-068. С нетерпением ждем ваши кадры. Утро-губерния, пометочку тоже не забывайте. Ну а сегодня, в понедельник, вчера отгуляли Масленицу, отгремели Масленицу. Знаешь, почему Масленицу нужно обязательно греметь и шуметь? Чтобы прогнать поскорее, убедая зима. Вот, поэтому, все, всех прогнали, теперь можно посидеть без злых духов в тишине. Начинается 7 недель Великого Поста, к которому многие из вас, наверное, готовились. Вот, наконец-то началось. Теперь нужно себя ограничивать, ну, в первую очередь, наверное, так, для меня неверующего в еде. Да, конечно. Вы, если хотите испытать себя на протяжении этих дней, вы должны будете воздержаться от мяса, рыбы, какого-то там, просто животного происхождения продуктов. Ну, Масло разрешено, но вот по определенным дням все-таки от белого хлеба, булочек, конфет, майонеза. Значит, нужно вести правильный образ жизни, не пить, не курить, думать только о хорошем. Конечно, конечно. На самом деле, у нас сегодня заготовлено вполне себе постное блюдо, это будет суфле из шпината. Ну, оно вообще не постное, потому что там есть сыр и яйца. Серьезно? Да, я его готовил, сейчас всем покажу, как это было. Но это было вкусно. Хорошо. Доброе утро, говорим мы вам. Мы, это я, Игорь Макарский, и Ян Смирнова, су-шеф-повар нашего партнера, вкусного партнера, бильярдного клуба «Коты». Сегодня мы будем для вас готовить что? Суфле со шпинатом. Что у нас здесь из ингредиентов? Сыр, другой сыр, третий сыр? Это формочка. А, это формочка, которая с тем же самым сыром? С пармезаном. Угу, тут тоже пармезан натертый, здесь вот дорблю с плесенью, непосредственно шпинат, два яйца, масло и еще там... Молоко, мука, соль, горчица. Горчица. Отделили два желтка, у нас сколько порций получится? Одна. Одна порция. Ну, так как завтрак для себя? Будешь помогать мне взбивать? Хорошо, белок нужно взбить. Нам желток не понадобится, нам понадобится. Ну, белок надо взбивать. Просто так, белок взбить. Да, взбивай хорошо. Без всего. Прямо до пены? Да. Я же не миксер. Ну, как получится. Чувствую себя немножко ущербно, потому что я гораздо слабже и менее выносливый, чем какой-то дешевый китайский миксер. Я уже устал, а пены еще нет. А в это время? А в это время шпинат выкладывается на сковородку и слегка... Сейчас будет тушиться. Сейчас будет тушиться. Здесь такое тушиться. В масло сливочное добавляем муку. Молоко. Если бы я сам для себя готовил это блюдо, я бы не успел, потому что здесь уже как минимум нужно четыре руки. В шпинат пармезан. Добавляем. И дурблю. А как называется это блюдо? Просто шпинат? Суфле. Суфле? Это суфле? А с чем едят суфле? В данном случае со шпинатом. Сюда мы вводим желток. Ну вот если меня сейчас спросить, то я могу повторить, что мы делали, но через 10 минут, боюсь, забуду. Не очень просто. И сейчас шпинат, пожалуйста. Могу. Горчица. Пахнет шпинатом. Горчицу добавляем в наше тесто. Ну я так это называю тестом, наверное, в наше суфле, да? Да. А в чем мы будем запекать? В ней же. Это тесто. Вот в этой вот специальной термостойкой такой вот керамической посудинке маленькой небольшой. Блюдо действительно интересное. Откуда оно, из какой кухни? Ну... Суфле вообще это французское название. Они любят всякие суфле готовить. Французские. Ну вообще много кто готовит суфле, да. Все, им это... Залили. И все это дело отправляем... В духовку. На... На 10-15 минут. При температуре? 200 градусов. Итак, дорогие друзья, буквально несколько секунд назад мы отправили нашего... Несколько минут назад мы отправили нашего повара для того, чтобы она запекла шпинат. И вот смотрим, что получилось. Яна, вноси. Та-да-да-да-да-м. Только нужно делать это очень быстро, потому что опадает уже. Опадает. Он такой надулся, а теперь вот слегка переседает. Что это такое? Это суфле со шпинатом внутри. Неожиданное для наших самарских просторов блюдо. Такая запеканочка. Со шпинатом. Со шпинатом. Ну, во-первых, это блюдо для тех, кто любит шпинат. Потому что есть такие люди, которые не любят шпинат. Я люблю зеленочку. Все, что растет. Я не вегетарианец, но траву ем. И это, как минимум, оригинально. Каждый день, если вы питаетесь какими-то обычными блюдами, то стоит все-таки себе позволять, может быть, на праздник, может быть, в какой-то особенный день, позволять себе приготовить что-нибудь вкусненькое. И суфле со шпинатом – это тот самый вариант. Я сейчас добрался до серединки, а там еще много вкусного кроется. Тогда не буду отвлекаться. Мы с вами, мы, Яна и я, Игорь, прощаемся. Говорим вам приятного аппетита тем, кто завтракает. А с вами остаются ведущие программы «Утро-губерни». Пока. Вот так я оставил себя с вами, с ведущими. Продолжается эфир программы «Утро-губерни». Ну, а сейчас хотелось вам показать, что же новенького нашла на просторах нашей губернии Марина Баркова, наш специальный корреспондент. Ну, там коллекционер рогов. Да, коллекционер рогов, которому эти рога поставляет сама матушка природа в огромных количествах. Посмотрим на эту коллекцию. Удивительные зрелищи. Ну, говорят, чем больше рога у лося, у оленя, тем красивее сам зверь. Чем больше рога у мужчины, тем красивее же. Страсть своего мужа к рогам хозяйка не разделяет, но и не вмешивается. Еще бы, детям и внукам в наследство достанется крупнейшая в России частная коллекция. Вешалка в прихожей, люстра в коридоре, резное панно на стене – все это дело рук мастеровитого хозяина. Вот я сверлю отверстие. Очень тяжело сверлиться. Когда отверстие просверлил, берешь мечик и нарезаешь резьбу. Та же, как по металлу для болта. Предварительно их нужно почистить, помыть рога и покрыть лаком, очень прочным. Раньше делали лук из рогов, из рогов лося, и поэтому лось называется сахатом, сама саха. К каждому экспонату Михаил Невский подходит с юмором и изобретательностью. Разнообразие аномальных рогов чем-то напоминает кунсткамеру Петра. Встречаются трофеи трехрогих и четырехрогих благородных оленей, лось в кабаней шкуре, рога в форме сердца, придающие хозяину любовную силу. Самая большая гордость коллекционера – трон из рогов лося. Рога, которые сбрасывает он, это не субитого лося. И сидишь, здесь аура такая очень хорошая. Долго я шел к нему, чтобы сделать. Нужно было подобрать, скомбинировать их и скрепить. Ну вот у меня это кресло сделано. В России было одно только лишь кресло. Это в Кирове, в музее было. Сейчас оно не выставлено, сломано. Сегодня Михаил Невский за живой добычей не гонится. Предпочитает безобидные прогулки по лесу. Охотник признался, что находить уже сброшенные рога оленей гораздо приятнее, чем снимать с головы подстреленного животного. Такое ощущение, когда нашел рога, который носил красавец, лось, сахаты, и, конечно, здесь ощущения очень приятные. Ну, я примерно за свою жизнь это рогов 30 нашел. Каждый охотничий сезон искатель рогов непременно проводит в лесу. Свой первый трофей он добыл в 11 лет. С тех пор старался от каждой добычи оставить что-то на память. Сейчас Михаилу Невскому 70, а в его коллекции 70 рогов. Впереди новые находки. Возможно, к рогатому трону скоро добавится скипетр и держава. Марина Баркова, Виктор Соколов. Программа «Утрогубернии». Сегодня мы пытаемся выяснить и узнать, как же защитить себя от мошенников, которые в своих неблаговидных целях, очень нехороших, плохих, используют современные достижения человечества, интернет и мобильную связь. И вот в студии у нас уже появляется-появляется заместитель начальника бюро специальных технических мероприятий, полковник полиции Дмитрий Андреевич Кашарский. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Доброе утро. Здравствуйте. Дмитрий Андреевич, ну, все познается в сравнении. Можно ли сказать в сравнении с другими областями или регионами, насколько этот вопрос актуальный для Самарской области? К сожалению, да, актуальный. Он актуален не только для нашей области, а в целом по стране. Ну, что касается мобильного мошенничества, это, конечно же, наиболее популярный сейчас вид. Это «Ваша карта заблокирована». И характерно для нашей области пример, приписка к этой фразе, например, последние примеры, «Ваша карта заблокирована Центральным банком России». Интернет-мошенничество – это наиболее популярный и в нашей области, и в целом по стране. Это, конечно, не получение товара, который был оплачен через интернет. Это самый популярный вид мошенничества. Ну, как раз то, о чем я сегодня утром рассказал. Да, да, вот одно из последних уголовных дел, которые направлены в суд. Преступник создал сайт, который незамысловато назывался «Вся продукция Apple по 5000 рублей». Ну, и я обманул таким образом и граждан нашей области, и граждан других областей. Наверняка вы, и в том числе, и зрители, видели в интернет сайты, которых просят перечислить деньги больному ребенку, либо больному хронической болезнью, либо на операцию кому-то. Вот этим, к сожалению, пользуются мошенники. И каким образом это происходит? Создается сайт-двойник, где... То есть он выглядит точно так? Он выглядит абсолютно так же, только реквизиты платежные и реквизиты мобильные, они абсолютно другие. И люди, которые перечисляют достаточно большие суммы, и это, я считаю, что хорошо, это правильно, когда мы помогаем и больным, и пожилым людям, которым необходима помощь. Они думают, что помогают больному человеку, и они перечисляют деньги мошенникам. Что касается вот этого вида мошенничества, первое, что необходимо сделать, это проверять. Каким образом проверять? Обычно указывается, кроме реквизитов платежных, указывается телефон связи родственников или врачей. Необходимо не постесняться ни в коем случае и позвонить по этому телефону, и как бы это ни выглядело, может быть странно и некорректно узнавать историю болезни человека. Обычно и родственники, и врачи об этом рассказывают. Если вы понимаете, что вам говорят абсолютную какую-то глупость, или не говорят, и кладут трубку, ни в коем случае перечислять деньги не нужно. Дмитрий Андреевич, мы хотим прерваться. Мы вышли на улицу и спросили, с какими видами мошенничества сталкиваются горожане с Самаром. Давайте посмотрим. Мне кажется, это каждый сталкивается, когда приходят сообщения на телефон или вконтакте, в интернете. И я на это внимание обращаю. Так, смски какие-то приходили, но я не отвечал, ничего. Один раз звонит. Вот, бабуля, ваша дочь сделала аварию на своей машине. Вот. Надо платить. Спросил, а сколько платить? Он говорит, я с бабушкой разговариваю. Ну, а я говорю, не, бабушки нет, я же дедушка один. У нас ложат трубку уже. Вот, вчера прям прислали СМС перевести деньги на счет. Что ты ответил? Я ничего не ответил, я не стал переводить, потому что я попадался уже один раз на это. Больше не попадусь. В результате чем закончил? Ну, ничем, потому что у меня дочка, а там вроде как бы сынок был. Я говорю, сынок, извини, говорю. Я не твоя мама. Нет, у меня ни интернета, ни телефон нет. Телефона нет? Нет, ватки нет. Правда. А домашний? Нету. Серьезно? Серьезно. Счастливый. Так в гости проще ездить. Самый защищенный человек. У него нет ни телефона, ни интернета. Точно не попадетесь. Запасно. Да, и ходить только в гости. Продолжаем рассказывать вам, какие новые виды мошенничества. И Дмитрий Андреевич нам рассказал, что сейчас появляются новые виды, которые ориентированы на отдельные социальные группы. Ну, понятно, вот для старшего поколения, когда ваши дети попали в сложную ситуацию, нужно заплатить выкуп, но и для молодежи тоже какие-то есть уловки. Совершенно верно. Вообще характерно, что и у нас в стране, и в целом мире интернет стремительно молодеет. И этим также пользуются интернет-мошенники. создают специальные схемы, ориентированные на молодежь. Кроме мошенничества, может быть совершено даже более тяжкое преступление. Вот пример, он достаточно старый, и он не нашего региона. К счастью, когда преступники переписывались с подростками, используя специфический сленг, используя подростковый атрибутик в переписке, узнавали у них график посещения родителями дома, то есть, да, понятно, когда родителей дома нет, а потом банально совершали из квартир... Да, кражи. Такое тоже может быть. Если вы уже стали жертвой мошенника и перечислили деньги, необходимо обратиться, конечно, в органы внутренних дел. Лучше это сделать по месту вашего жительства, по месту нахождения, как бы. Если в ходе вашего общения, интернет-общения или телефонного общения вы понимаете о том, что вы становитесь жертвой мошенников, вот я рекомендую все-таки прервать общение. Потому что не секрет, что на той стороне с вами общаются неплохие психологи. Вот. И может оказаться так, и такие случаи тоже были, когда люди подвергались одновременно сразу двум мошенничатам. К ним применялось два различных вида мошенничества. Вот, например, попал в ДТП, а потом мама, просто положи мне деньги, потому что я не могу с тобой связаться. Такие случаи тоже есть. Да, и так, и так. Поэтому, если вы понимаете об этом общении, лучше сразу прервать, запомнить, с какого телефона или с какого ресурса с вами общались, и вашим знакомым, близким друзьям об этом рассказать. Вот, наверное, так. Мы надеемся, что эта информация сегодня лишний раз... Для всех полезной. Да, будет полезной. И профилактика, да, лучший способ защиты от вирусов. Это профилактика. Сегодня в гостях у нас был полковник полиции Дмитрий Андреевич Кашарский. Спасибо. Ну, а дальше переходим и передаем слово нашим коллегам в службе новостей. В эфире новости губернии. Доброе утро. Авиакомпания Якутии намерена закупить у Авиакора крупную партию самолетов Ан-140. Пока такую возможность рассматривают, но при условии, что будет обеспечена достойная сервисная поддержка. Речь идет о 30 машинах. Стоимость каждой оценивается в 500 миллионов долларов. Напомню, в парке авиакомпании уже есть 4 таких самолета. Три из них собраны как раз на самарском предприятии. Эпидемия свиного гриппа отступает. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В 2009-м, когда вирус впервые обнаружили, заболевание действительно считалось страшным. Но теперь его научились лечить и относятся как к одному из видов сезонного гриппа. Специалисты говорят, если при первых симптомах обратиться в поликлинику и начать принимать лекарства, выздоровление практически гарантировано. У тех, кто сделал прививку, болезнь протекает гораздо легче. Сейчас идет 10-я неделя. Самый подъем пика был у нас на 9-й неделе. Это было 114 показатель на 10 тысяч населения. Сейчас идет снижение. Уже 10-е это показатель 80, не 114. То есть постепенно идет снижение. Региональный Минздрав предупреждает, в регионе есть все необходимое для лечения детей с патологиями. Все чаще родители, отчаявшись, собирают деньги на дорогостоящие операции за границей и становятся жертвами мошенников. Специалисты напоминают, необходимость ехать в зарубежную клинику возникает лишь в исключительных случаях. Первичный диагноз ставит участковый врач. Если ситуация действительно сложная, он собирает документы и направляет на обследование в федеральное медучреждение. И только потом принимает решение о направлении пациента за границу. Само медицинское сообщество четко не регламентировало вот этот весь процесс. И получается так, что рекомендации федеральных центров иногда идут в разрез с тем, что предлагается, допустим, на местном уровне. Вы знаете, к чему может привести в конечном итоге? Это приведет к тому, что авторитет нашей отечественной медицины может уже вызывает в определенной степени неудовлетворение, с одной стороны, хотя те же самые стандарты лечения. Ежегодно государство отправляет на лечение за границу от 10 до 15 россиян в 2012-2014 годах. На это будет выделено из федерального бюджета по 177 миллионов рублей ежегодно. В Новаковышевск привезли христианскую святыню мощи целителя Пантелеймона. Ковчег доставили в храм святителя Николая Чудотворца. Мощи прибыли из Франции. И теперь останутся в Новаковышевске. Руслан Ишуков продолжит. Этого дня православные из Самарской области ждали долго. Сотни верующих собрались заранее. Сразу после прибытия мощей Пантелеймона и иконы с изображением святого отслужили молебен. Про особый день взрослые рассказали и самым маленьким. А им словами все выразить сложно. Может и потому, что так много хочется сказать. Скажи, зачем пришел сюда? Чтобы покреститься. Покреститься. Чтобы попросить для мамы здоровья, для папы здоровья. Помогает людям там, я не помню, лечит от болезней. Святой великомученик жил в третьем-четвертом веках. Пантелеймон посвятил свою жизнь больным и нищим. По доносу, целитель был предан мучениям за христианскую веру. Самые жестокие пытки не приносили ему никакого вреда. По преданию, дикие звери на растерзании, которым бросили Пантелеймона, лизали ему ноги. Когда мученику отсекли голову, то из раны потекло молоко. Мощи святого частицами разошлись по всему христианскому миру. Каждый святой является примером христианской жизни. И, конечно же, из его жизни, из его подвигов мы черпаем для себя помощь. Православные почитают святого Пантелеймона так же, как и Николая Чудотворца. Вообще, на иконах святой обычно представлен юношей в одеянии, традиционном для изображения целителей. В руке коробочка для лекарств. Спустя 18 веков, говорят священники, чудеса исцеления продолжаются. Я думаю, что это событие послужит духовному укреплению и исцелению, потому что он не только исцеляет телесные болезни, но ведь он помогает преодолевать и болезни душевные, духовные, самое главное. Я думаю, что если его имя переводится в грече, как всемилостивый, то он поможет очень многим людям преодолеть вот эти духовные недуги зависти и доброжелательства. Святые мощи Чудотворца благодаря Самарским и Московским православным общественным движениям останутся в Новокубишевске. Руслан Ищуков, Александр Дутко, Новости губерния, Новокубишевск. На этом пока все новости. До свидания. Генеральный партнер прогноза погоды Восточный экспресс-банк. Предстоящие выходные в Самарской области будут по-весеннему теплыми. В дневные часы воздух прогреется до 6 градусов выше 0. Ночью, пока морозно, минус 1,3. Ветер южный 4,9 метра в секунду. На севере-западе области днем около 3 градусов тепла. Местами возможен дождь. В восточной и южной части региона плюс 3 и осадки. В столице региона ночью около 0. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4,9 метра в секунду. Днем в Самаре и Тольятти до плюс 4. Редактор субтитров А.Семкин Доброе утро еще раз всем в эфире «Утро. Губерния». И в студии Виталия Пушнякова. Да, Игорь Макарский. Сегодня у нас непростая тема. Поговорили о мошенничестве, кибермошенничестве, когда нас обманывают. Но мы сами тоже иногда бываем довольно-таки несознательными гражданами и оставляем за собой долги перед государством. На самом деле бывает, что долги все раздал перед Отечеством, а, например, за границу выехать не можешь. Почему же так происходит, расскажу я вам. Я вам в рубрике «Дел это житейское». Вот, хочу уехать за границу, но проблема есть. Какая? Я полгода с квартирой на плате. Проблемы могут не выпустить, кстати, с трапа самолета снимут, что бы нам было. Я про это и говорю. Я узнаю, я обязательно узнаю. Тем более, камера всегда со мной. Ну и в первую очередь мы приехали в компетентный орган для того, чтобы услышать их комментарии по нашему случаю. С 1 января 2012 года у нас наконец-то работает сервер. То есть любой гражданин может выйти на наш сайт и на главной странице увидеть сноску банк данных из пластинок производства. Ну, нажав на нее, он там выясняется уже, что нужно сделать дальше. То есть набирает свою фамилию, имя и ему отвечают по интернету, что должен, есть у нее долги или нет. Это самое оптимальное. Непосредственно узнать о наличии или отсутствии своих долгов, это уже сложнее, конечно, чуть-чуть. Это надо прийти по месту регистрации в отдел судебных приставов и у своего судебного пристава, как в полицию участкового, например, узнать уже это первое лицо, которое работает именно с вами, если вдруг у вас находятся какие-нибудь любые долги. Иногда письмецов-конверсия от судебного пристава задерживается по дороге. Причины прозаические. Почтальон Печкин поскользнулся, не дошел, добрый сосед позаботился и вытащил не свою корреспонденцию или мы живем не по месту прописки. Поэтому бдительность и еще раз бдительность. Ваше дело может появиться на этом сайте независимо от величины суммы, даже из-за каких-то 100 рублей. И если в отпуск вы съездить сможете, то оформить кредит или совершить какую-то сделку уже с гораздо меньше вероятностью о том, что вы по уши в долгах может узнать любой желающий от вашего начальника до недоверчивого кредитора. Ну, вроде бы здесь все. Теперь мы отправляемся в турагентство и узнаем, предпринимают ли они какие-то действия для того, чтобы обезопасить своих туристов от незапланированного невылета. Скажите, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда люди не улетают за границу в связи с тем, что они не знали о своих долгах? Есть страховка от невылета. Можно ли застраховать себя и тогда не задумываться, есть у меня незаплаченные долги или нет? Дело в том, что наличие штрафов и возврат, соответственно, туриста из аэропорта обратно не входит в перечень случаев по страховке от невыезда, к сожалению. Привет. Здорово. Ну что, готов? Я готов. У меня для тебя есть небольшая шпаргалка. Ну-ка. Бабам! Так вот, запоминай и слушай. Наоборот, слушай и запоминай. Узнать о том, чист ты или не чист, есть ли у тебя какие-то долги, ты можешь по адресу 3W Федеральная служба судебных приставов РУС. Там ведешь свою фамилию и, напротив, если высветится какая-то судебная тяжба, то там же будет информация о том человеке, который тобой занимается, то есть судебный твой пристав. Там будет и адрес, и телефон. Позвонив ему, ты узнаешь, какие долги ты имеешь. И тогда, проплатив, вместе с квитанциями и чеками, сам должен к нему прийти и сказать, что я все заплатил. И ровно через месяц после этого ты сможешь лететь куда угодно. Ну вот, в общем-то, и все. Спасибо. Лети, мой голубь. Спасибо. Какой знак зодиака? Сегодня никому не провести, сейчас гороскоп все расставит по местам. Итак, некоторые овны сегодня могут страдать от нервозности. Постарайтесь быть терпеливее и осторожнее в своем подходе к миру. Тельцы, ваш жизненный потенциал на высоте, но не пытайтесь прыгнуть выше головы и решить все проблемы сразу. Судьба близнецам готовит испытания. Даже в стабильных парах возникнут разногласия. Посвятите больше времени общению. Раки, пришло время быть смелым и выразить себя. Доверяйте только старым, проверенным друзьям. А вот львы сегодня фонтанируют остроумием. Прекрасное время для исследовательской экспериментальной деятельности. Класс. Девы, день хорош для начала нового цикла работы, но во второй его половине не пренебрегайте общением с домашними своими. Весы, сегодня вы будете непредсказуемы и это, между прочим, доставит вам немало удовольствия. Не бойтесь менять свои планы. Скорпионы, день любви, раскрытие творческого потенциала. Хотя вы и склонны немножко идеализировать свою вторую половинку. Стрельцам расположение планет немного помешает осуществлять планы. Дела, связанные с расходами, лучше оставить на вечер. Козирог. Лучше воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве, иначе мысли о проблеме захватят вас, унесут вас в дар. Хорошо, сегодня вечеринку устроим. Водолей, в течение дня вы сможете узнать массу сведений, так или иначе полезных для вашего будущего. Не проспите. Рыбы, доверяйте интуиции. Логика сегодня не работает, а вот ваш внутренний голос вряд ли вас подведет. Но, если вы придерживаетесь поста, или просто не в силах отказать себе удовольствие, выйти в свет, насладиться искусством... Наоборот, наоборот, не придерживайтесь. Не придерживайтесь. Не придерживайтесь. Тогда нужно выйти в свет и насладиться искусством. Конечно. Вот такая вот связь. Какие нас змеи-искусители ожидают, сейчас вам расскажут. Да, да, да. В особняке Курлиной сегодня работает фото-выставка National Geographic России тематика «Подводный мир». И в подборку вошли лучшие фотоработы Андрея Каменева. Думаю, что это потрясающая выставка, стоит ходить посмотреть. Стараемся оттуда эти фотографии забрать и наш яркий кадр показать, если кто-то не дойдет. А если кто-то дойдет, то советуем вам посетить сегодня Дом актера. Спектакль по пьесе Максима Горького «Васа Железного». Премьера. Дом без счастья называется. Сходите, посмотрите. И постановка «Ловушка для мужа» в Самарской государственной филармонии сегодня. Какие-то гастроли. Гастролировать. Ну, а как альтернативу всем этим культурным мероприятиям, предлагаем вам еще остаться дома и смотреть канал «Уберни». Противостояние немецкой армии и советских подпольных организаций. Города несвободы. Города времен оккупации. Документальный фильм «Подполье против Абвера». С понедельника по четверг в 16.30 на телеканале «Уберния». И вроде бы есть в жизни все, но не хватает чего-то самого главного. Тогда возникает вопрос. Почему я несчастлив? Поиски счастья, веры и истинного пути в документальном фильме «Воскрешение» в понедельник, 18 марта в 23.10 на телеканале «Уберния». Итак, дорогие друзья, пережили вместе с вами понедельничное утро. Переживем целую неделю. Сегодня разговаривали об интернет-мошенничестве. Обращайте, пожалуйста, внимание. Старайтесь. Не попадайте. Будьте бдительны. Особенно следите за своими детьми и за родителями. Они за собой не могут следить. Ну и завтра мы снова с вами в это же время, в том же месте, в тот же час поговорим о тех, кто разрисовывает наши с вами дома и, в общем, без нашего ведома, без нашего разрешения. Выполученное граффити. А может быть и очень красивое, очень красивое граффити. Завтра с вами посмотрим. На этом прощаемся. Виталия Пушнякова, я Игорь Макарович. Поговорю вам до завтра. Имидж ведущих от салона красоты бикетовой и полуэктовой.